Всем привет, я доктор Евгений. Сейчас расскажу, каким образом можно нормализовать женский цикл у женщин, соответственно, на всех уровнях здоровья. На физическом, на химическом, на эмоциональном и энергетическом. Смотрим. И первый уровень здоровья это физический. То есть, каким образом можно нормализовать работу матки, упаковать ее в тазу таким образом, чтобы ей там было комфортно работать, соответственно, яичники будут работать адекватно. Это я четко все рассказал. Вот здесь вот подсказочки, кликайте, там все четко разъяснено. Ну а также не забываем про работу кишечника, потому что основные дисфункции в матке, боли при менструации, а также предменструальный синдром, постменструальный синдром, скудность выделения месячных и так далее. Все это связано с работой ЖКТ, в частности толстой кишки. Как улучшить работу ЖКТ, также вот здесь все подробно рассказано. Кликайте. Что касается химии тела, то основное это гормоны. И тот начальник, который управляет всеми гормонами в организме, он находится прямо вот тут, в проекции третьего глаза. Если у нас есть дисбаланс на уровне черепа, то есть по факту физически череп сдвинут, либо шея стоит не в нужной позиции, верхний шейный отдел смещается, у нас получается, что начальник наш, гипофиз его зовут, он начинает очень некачественно давать команды в железы второго порядка. Это и щитовидка, это и яичники, это и поджелудочная, и надпочечники, и все остальные. Поэтому давайте покажу на физике, как улучшить работу мозга и гипофиза, для того, чтобы химически он стал работать нормально. Давайте найдем с вами ГКС, это грудинно-ключично-сосцевидная мышца. Вот она. То есть если вы повернете голову в какую-либо из сторон, вы нащупаете такой достаточно длинный тяж в виде мышцы, это и есть грудинно-ключично-сосцевидная мышца. Она как раз таки упаковывает и тянет череп, именно в проекции височной кости, к низу, если она адекватно работает. Так вот, найдите ее с правой стороны и полностью моментом, именно вот таким защипом ключа нащупайте. Прям вот ее пощупайте и оцените, насколько комфортно вам здесь, именно по одной из сторон. Делаем то же самое с другой стороны. Нашли ее и прям пощупали, пощипали. Как в той массажной процедуре рельсы-рельсы, пощипали-пощипали. И оцените, какая из сторон больнее. Вот как раз та из сторон, которая больнее, нам сейчас и нужна. Допустим, это будет правая сторона. Поэтому вам нужно пощипать снова и остаться ровно в том месте, где больнее всего. После этого, не убирая защипа, вам нужно наклонить голову и оценить боль. И откинуть голову и оценить боль. И именно в том положении, где боль стала меньше, нужно остаться до полного ее исчезновения. То есть, еще раз. Нашли боль, наклонили, допустим, стало больше, не пойдет. Откинули, стало меньше, остались. Просто стоим в этом положении. Если же боль стала меньше, когда вы наклонили голову, то останьтесь также просто в этом положении до уменьшения болевых ощущений. При этом не упускайте из защипа ГКС-ку. После этого нужно сделать движение головой направо, налево наклоны, поворот направо, налево, поворот направо, опустить голову вниз, поворот налево, опустить голову вниз. Делать круговые движения для того, чтобы мышцы заработали. Таким образом, вы улучшаете работу мышц, компенсируется работа шеи, верхний шейный отдел встает на место, череп чуть подруливается. Химия работы как раз-таки именно гипофиза улучшается. Это такая тонкая настройка именно по гипофизарной работе и эндокринной системе. Если же у вас есть все-таки какие-то серьезные погрешности в питании, либо в дыхании, либо вам каждый день приходится травиться, вынужденно, невынужденно, то есть курение, вредное производство, то старайтесь минимизировать то, что вы в себя потребляете. Вся та химия, которая вам телом не нужна, она может отразиться на работу жидкостей. А если будет загажена кровь, если будет загажена лимфа, то гормоны не смогут прийти и работать адекватно. Ни у женщин, ни у мужчин. Но так как мы говорим про цикл, давайте все-таки продолжим пока про женский организм. Следующее на очереди – это здоровье эмоциональное. Что здесь можно сделать для того, чтобы нормализовать женский цикл, а также снизить предминструальный синдром, постминструальный синдром, нарушение цикла по типу скудных месячных и так далее. То есть нам нужно отработать одну из основных эмоций, которая влияет на работу матки. Эта эмоция так и называется – чувство любви или одиночества. В качестве одной из простых, но только лишь одной из техник, я сейчас вам покажу отработку эмоций, чувства любви и одиночества по точке Янь на лице. Находится она вот здесь. Сейчас также картинка вам всплывет, чтобы более четко вы это поняли. И эту точку нужно нащупать. То есть нащупать нужно просто уголок брови. То есть там, где кончается надбровная дуга, вы прям почувствуете такой костный скат, где заканчивает расти бровь. Но кто если нарисовал себе брови, то это не ваш ориентир. Ваш ориентир костный. Еще раз, точка была на картинке. Поэтому нужно вот этот костный выступ просто нащупать и немножко покрутить. То есть не делать вот такие движения. То есть прям вот куда встали на кожу, на эту надкосницу, на этот участок и немножко помассировать. У кого если есть дисфункция конкретно по этой эмоции, она отобразится в этой точке, как в черном ящике. То есть эмоция запишется на весь меридиан и в том числе на эту точку тоже. Но у нас конечные точки меридиана на лице, как раз таки слева, именно слева, отображают дисбаланс эмоциональный. Еще раз, находим эту точку, помассировали, но небольшими амплитудными движениями, как будто вы втираете что-то и ощутите ее болезненность. Если вы нашли там болезненность, нужно сделать следующее. Прокрутить эту точку по часовой стрелке, а затем против часовой стрелки. Если амплитуда второго пальца недостаточно, вы можете делать это первым пальцем. Здесь крутить легче. У виска здесь легче крутить. Поэтому встали, прокрутили в одну сторону, после этого прокрутили в другую сторону. И поймите, в какую из сторон, когда вы крутите, боль уменьшается. Таким образом, вы сейчас делаете акупрессурную эмоциональную коррекцию. То есть вы как будто бы краник либо энергии открываете, либо закрываете. Если у вас получается, что боль уменьшилась по ходу движения по часовой стрелке, то значит у вас дефицит любви где-то был в вашем жизненном пути. То есть где-то в вашей жизни по ходу жизненной линии был затык, который сформировал дефицит любви и его ощущения. Это может быть абсолютная любовь ко всему, к окружающему, к животным, к людям, к противоположному полу. Неважно. Но если вы начинаете крутить против часовой стрелки, и эта боль у вас уменьшается, это говорит о том, что у вас был где-то участок ощущения глубокого одиночества в вашей жизни. Поэтому когда вы краник открываете, боль стала меньше, любовь пошла, стало менее болезненно. Но если вы открутите краник против часовой стрелки, и боль стала меньше, значит вы закрываете этот краник, и одиночество перестает иметь энергетическое значение для вашей жизни. Вот такая вот хитрая техника. И что надо делать? Нужно как раз-таки открутить краник, или закрутить краник, до тех пор, пока боль полностью не пройдет. На это у вас может уйти от 30 до 60 секунд. После этого снова оцените болезненность точки. Если она стала меньше болеть в принципе от исходного, то технику можете не продолжать. Но если она все-таки остается болезненной, тогда лучше эту технику делать до тех пор, пока даже прикосновение, обычное, без всяких кручений, не будет вызывать болезненных ощущений. Так вы отработаете эмоциональную сторону своих проблем с эмоциями и с менструальным циклом. Что касается более глобальной эмоциональной коррекции, то на моем портале, это мой личный продукт, есть онлайн-курс по висцерой эмоциональной коррекции, где вы сможете полностью отработать все эмоции. Сейчас вот у вас выйдет в подсказках, также будет в ссылке в описании. Вот она, красивая площадка, где вы просто приобретаете курс, заходите в личный кабинет, проходите все этапы теоретического обучения, практического обучения, где есть обратная видеосвязь и фотосвязь, где я сам лично смогу вам подсказать, что вы сделали не так, а что сделали очень хорошо. В конце я даже выдаю сертификат, потому что вы обучились это делать, потому что вы крутые молодцы. Ссылочка в описании. А что же касается энергостороны, то здесь достаточно все просто. То есть за любовь, как раз таки и за работу половых органов и половой энергии отвечает вторая чакра. Ее проекция практически находится вот здесь, то есть на уровне пупка. Чуть ниже, чуть выше. Но все-таки в основном описывают, что она находится здесь. Откройте две ладони и выберите одну из них. Поставьте руку непосредственно над пупком, поднесите ее так и постепенно опускайте вниз до ощущения, пока вы не почувствуете тепло. если какая-либо из рук не ощущает никакого тепла, вплоть до прикосновения к пупку, то это не та рука, которой нужно выполнять энергокоррекцию. Берете другую руку, делаете то же самое и постепенно опускаете вниз. И как только вы почувствуете тепло, нужно остаться здесь. То есть вы таким образом корректируете энергосостояние второй чакры, вы наполняете энергией свою половую энергию и корректируете работу ее для ваших половых органов. Это яичники, матка. У мужчин это будет простата. И яички, конечно же. И держите руку таким образом до тех пор, пока не почувствуете усиление тепла. Как только тепло усилилось, вы можете еще на 10 секунд остаться здесь и затем просто убрать руку. Еще раз. Находите пупок, открываете две ладони, ставите сначала одну над пупком повыше, опускаетесь вниз до ощущения тепла. Если вы тепло ощутили, ждете усиления жара. Как он усилится? 10 секунд еще остаетесь здесь. Если вы пробуете это делать одной рукой и жара никакого не почувствовали, пробуйте делать другой рукой. То же самое. Опускаете, ощущаете, остаетесь, чувствуете усиление жара, 10 секунд там держите и убираете руки. Данную энерготехнику с чувством жара на чакре желательно выполнять хотя бы от 10 до 14 дней регулярно и отрабатывать ее таким образом до момента, как все у вас не придет в баланс. Поэтому давайте пройдемся еще раз. Физическое здоровье. Ссылочка у вас здесь. Не потеряйте ее. Это отработка руками работы и позиции матки и яичников. А также работа с кишечником. Также в описании будет ссылка на работу с кишечником, как улучшить его состояние. Второй пункт. Это химия. Одна из техник это улучшение работы гипофиза. Я вам ее рассказал, показал. Также выполняется до уменьшения болезненных ощущений в грудино-ключично-сосновидной мышце. А также нормализация питания и уменьшение вредностей. Химических. Эмоциональная отработка точки янь на лице для того, чтобы улучшить состояние любви либо уменьшить чувство одиночества по вашей линии жизни. И энерготехника отработки второй чакры. Поэтому балансируйте себя целостно, исцеляйте себя и тогда у вас не только будут улучшения в сфере полового здоровья, но и во всех сферах здоровья также. Пользуйтесь. Продолжение следует...